У каждого игрока есть наушники с гарнитурой. Члены команды переговариваются, пытаясь действовать максимально слаженно и быстро. Успешный результат, победа в игре, достигается и на коллективном взаимодействии. Виртуальное сражение происходит на полях известного тактического шутера CS GO. Вокруг игроков, их друзья, конкуренты и просто зрители. Так проходит третий ежегодный кубок губернатора Севастополя по киберспорту. В этом году очень много было команд в регистрации. То есть по Counter-Strike зарегистрировалось больше 40 команд, по Dota больше 25. Каждая команда, для понимания, это 5 человек. Олимпийская система, победитель проходит дальше по турнирной сетке. И, соответственно, таким образом мы выявим победителя кубка губернатора. Соревнования в дисциплине CS GO проходят в Центральном клубе Федерации компьютерного спорта Севастополя на арене Киберсет по адресу проспект Генерала Острякова, 13А. Одновременно организованы поединки по Dota 2 в другом зале на проспекте Героев Сталинграда. Так как игры проходят на вылет, большинство участников специально готовились именно к этому турниру. Это действительно спорт, потому что, как и в любом спорте, если ты хочешь добиться сильных, высоких результатов, ты должен упорно тренироваться. Ты должен постоянно находиться в игре, ты должен постоянно совершенствоваться, развиваться не только физически, мышкой двигать и еще что-то, но и умственно. Это как в шахматы, к примеру, читать книги, чтобы понимать разные тактики игры. Так и здесь ты должен смотреть игры других профессиональных игроков, чтобы учиться у них и понимать, что происходит в игре. Ты должен учиться мыслить. Соревнования по киберспорту пользуются большой популярностью во всем мире. В субботу, 15 октября, стартовал крупнейший турнир по Dota 2 The International 2022. Его призовой фонд перевалил за 15 миллионов долларов. Обладатель третьего ежегодного Кубка губернатора Севастополя по киберспорту определится в воскресенье 23 октября. Тогда пройдут финальные схватки в обеих дисциплинах. Николай Кузнецов, Юрий Риутин, Севенфорумбюро. Субботу, Юрий Риутин, Севастополя по киберспорту